Друзья, ну наконец-то наступил сезон отпусков и хотелось бы куда-то поехать отдохнуть со своими близкими и друзьями. Кто-то летит за границу, а кто-то едет на Азовское море. Спросите вы, а где можно отдохнуть на Азовском море? Я вам отвечу. Это Федотова коса, комплекс Прилына Карпат. Поподробнее мы вам сейчас расскажем. Погнали! Йоу-йоу, хлопці та дівчата! Бажаєте фірмово відпочити? Тоді вам на берег Азову до бази Перлина Карпат. Дуже рад, дуже рад, бо я йду у Перлину Карпат. Лідні двуповерхові водиночки з екологічної деревини, золотий пляж та супер-відпочинок. Я йду у Перлину Карпат. Федотова коса на Азовському морі. База відпочинку Перлина Карпат. Телефон 050-990-3030. Дуже рад, дуже рад, бо я йду у Перлину Карпат. А за що тебя остановили? Не бойся! Посигналив, ну там, де... Ну не обман. Не, честно. Ну не обман. Ніхто нічого не написав. А що ти у них в машині делаєш? У них машині... Ну не обман. Ну я тебе прошу, ну ты я вижу, що ти обман. Ну честно. Ну он, он предупреждений у тому плані, що я посигналив не там, де надо. Ну, как бы, вроде... Я не работаю в конціях. Не що теперь делаю? Не в тому плані, ну честно. Ну говорю, як честно. А де ти посигналив? Ну вот на перекрестке машина, как бы, чуть выстріли. Я посигналив. У меня остановили. Говорит, ти, ну, і не аварійну ситуацію не создав. Ну, і, ой, там, дали предупреждення відкріли. Не скажи, це ти на ходу придумываєш? Ні. Ну а теперь скажіть, що на перекрестці не можна сигналити, да? Сигналити. В яких случаях можна сигналити? То есть в аварійні ситуації не було, що сигналити. В усовіях, в сильних путах, в условіях не связано з ДТП. Хорошо, є фото-видео, фіксація того, що сигналити? Нет. Я чесно, давай, щасливо. Чесно слово говорю, друзі. Ну чесно. Я просто смотри, я помогаю таким, як ти. Я согласна. Я согласна. Я помогаю таким, як ти. Ты сейчас играєш в їхню дню? Нет, нет. Они ж хотіли бомбать. По-любому. Ну хотіли. Нет, полне сережно, нет. Чесно слово. Я полне сережно тебе говорю. Никто пам'ятник. Якщо б була така ситуація, я був кажучи. Ну а хтось, ну... Ну а хтось, ну... Ты просто работяга, понимаешь? Тебя раздеть, разбудь, блять, где-то так. Две секунды, я ставлю. Понимаешь? Я просто тебе помогаю таким, як ти, в рамках закона. Я понял. Не більше, не менше. Я согласна. Я не хочу, щоб просто такі, як ти, страдали от того, что они там где-то придумали. Ну... Исторія с сигналом, она очень прикольно получила. Не, ну я то говорю, как есть. Не в том плане. Проверили документы и все. Не отпустили. Резко, как я вот подошел. Правильно? Ну вот резко, как я. Я честно говорю. Ну, говорю, как есть на сон. Езжай с Богом. Хорошо. Спасибо. Честно. Так, вы тут людей еще за сигналы останавливаете. Предупреждение хотели написать, а планшет зависит. То бишь, за сигнал вы готовы были написать предупреждение. 125. Насколько я знаю, за это есть ответственность. Но никак не 125. Это попередживальные сигналы. Это 125. Попередживальные сигналы, это относится к девятому пункту. Пункт 95. Да, 95. Ну там написано, что забороняется, забороняется сигнал в основных пунктах, в случаях не предупреждено ДТП. Так. А КУПАП? 25. И иншие правопорушения. То бишь, там у нас нету сигнала. Ни в 122. Ни в 121. Ни в какой. То бишь, за это вы готовы были человеку предупреждение выписать. А теперь самый главный вопрос. А как вы могли доказать, что этот человек подавал звуководство? Я согласен. Послушай, я тоже с многим чем буду соглашаться, понимаешь? Видя вас, я не то, что буду соглашаться. Я вам даже поверю. Ты начинай. Ну мы... Ну смысл не начинай. Я хочу, чтобы было в рамках закона. Я ничего не открою. А что противозаконного? А что противозаконного? Я же русским языком объясняю. Ну и кальский. Я объясняю. Я понимаю. И на русский, и на украинский. Я объясняю, что вы были готовы выписать попереджение за то, что человек подавал звуковой сигнал. Ты ж не забывай, что попереджение в дальнейшем ему уже никто не выпишет. Почему? А потому, что оно пишется один раз. Один раз? Конечно, один раз пишется. Второй раз уже другой полицейский. Я почему этого не знал? Потому что я юридически неподкованный в это утро. Я тебе просто... Что-то я не слышал, что попереджение... А как ты ему можешь, если ты его остановишь за свет? А у него уже есть попереджение. Как ты ему можешь выписать? Нет. 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 За свет ты уже должен выписать. Если честно, это слушает. Ну вот так. Как ты за свет выписать, если он по себе налил? Я тебе просто объяснял. Просто попереджение, а что ты еще думаешь попереджение? А что? А где-то сказано, что должен второй раз уже писать? Да нету по мне. Нету двадцатой. Нету там повторности. Нету там повторности. 38-ю статью Купапа открываете, пишется за большее. У тебя уже меньшее написано. Ты уже заборчен. Как я за свет, грубо я напишу ему потом штраф есть и какую статью ему писать за свет? Ты не сможешь попереджение. Хорошо. Я потом слышу слово вторую, вторую пишу. Но я об этом первый раз слышу. Может я где-то чего-то недоработал и не знаю. Почему я тоже за попереджение? Я против попереджения. Ну а как против? Ну хорошо. За свет ему все ему писать? 122-2 или все писать? Ну вот сейчас если за свет... Получается да, потому что ты в суде скажешь. Я уже ничего не могу. Я считаю это неправильно. Вот видите, вы говорите, я считаю неправильно и я считаю неправильно. А я считаю неправильно посадить его в машину, рассказывать ему какую-то там дичь за сигналы, выписать ему попереджение. А можно было просто документы проверить и чувак бы поехал дальше. Можешь было это? Почему этого не сделать? Я же этого... Мы сделали это. Я говорю просто, мы сделали документы проверить. Что-то резко как-то сводятся наши дороги. Что я подъезжаю, у вас висит планшет и чувак уезжает. Ну я... А зачем планшет? Скажи пожалуйста. Планшет зачем тебе? Мне? Да. Человека проверил папа. Не в розыске. А это где-то чем? Ничего. Смотри. Человек нарушил, правильно? А ты доказал? Нет, согласен. Нет, не доказал. Я не доказывал. Я не собирался ему доказать. А зачем сигналит? Смотри. Давай я сейчас стану и буду сигналить. Смотри. Смотри. Ну только так. Ты меня тоже должен будешь отштрафовать. Только поперечь. Это не до штрафа. Но все равно это в письменном виде выносится. Причем это... Послушай. С вами это будет давать. В смысле? Нет, пацаны. Я за законность. С вами это будет давать. Я за законность. Как у тебя дела? У меня дела плохо. Почему? Потому что... Чем помочь? Ваши коллеги обижают... Не может быть. Вы знаете. Друзья, ну вы в общем сами видели, как происходила ситуация. Ну, водитель видите, либо это придумал, либо в действительности это так и было. Но опять же, без доказательств ничего не показывайте. К сожалению, у меня еще села камера. Я вот ее чуть-чуть подзарядил. И полицейские уехали. Больше они там не стоят. Сразу говорю. В автомобиль к полиции никто не присаживается. Все, друзьяки. Ну, вы знаете, что делать. Там лайки. Подписываемся на канал. Ну, а я погнал дальше.